9 сентября в понедельник торжественно открылся плавательный бассейн, специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва номер 2. И сразу же забурлила жизнь в этом спортивном комплексе, единственном в своем роде для столицы Полесья, который после капитального ремонта с элементами реконструкции зажил новой жизнью. И теперь уже на подступах к спорткомплексу, ведущему свою историю с 1979 года, ощущается та неповторимая атмосфера, какая присуща месту, где собираются люди, увлеченные одной идеей. В данном случае люди – представители младшего школьного и дошкольного возраста. А идея – желание научиться плавать, стать настоящим спортсменом, развиться физически, быть личностью. Я давно хотела записать своего ребенка в бассейн. У нас появилась такая возможность в прошлом году, потому что малая ванна работала. Но, к сожалению, потом ее тоже начали ремонтировать. Нас перевели в шестой трест. Мне очень нравятся занятия, мне очень нравятся тренеры. Я считаю, что для здоровья бассейн очень полезно. Также мой ребенок научился плавать. Спасибо, Лили Ивановне. И он с удовольствием сюда идет три раза в неделю на полтора часа. Мне очень нравится. Действительно ли Ангелине Ярошенко нравится заниматься плаванием, которая, как мы видим, включает в себя и подготовку на, так сказать, суши? Мне тут очень нравится. Я тут плаваю и занимаюсь тренировкой, прыгаю на скакалке и еще занимаюсь лентами. Отметив замечательного тренера этой группы, Лилию Ивановну Сайдакари в прошлом – отличную плавчиху. Заметим, что, несмотря на игровую манеру спортивных занятий, у ребят уже проходят настоящие тренировки со своими прелестями и трудностями. На тренировках самое интересное и самое тяжелое – научиться плавать. Действительно, пока главной целью ребят – это умение плавать, хорошо плавать, всеми известными стилями. Но к ребятам мы еще вернемся. Пока же обратим внимание на условия для посещения бассейна людей с ограниченными двигательными возможностями, которые самостоятельно могут попасть в бассейн и там с помощью специального устройства подняться на второй этаж, где есть оборудованная раздевалка, сконструированная с учетом требований спортсменов-паралимпийцев. Мне, допустим, здесь очень удобно. У меня высокая коляска, опора рук. Как раз вот на мой рост сделано обалденно все. Единственное, что мешает, немножко это вертикальные эти поручни. Они немножко как бы, их бы неудобно. Но это не самое страшное. У нас, у таких людей немножко коляски ниже. И они есть активного типа, неактивного. Они сидят немножко ниже. Под меня она сделана вообще один к одному. И зеркало. Сопроводив Антона Алексеевича к большой чашу бассейна, мы убедились в наличии всех необходимых приспособлений для любителей плавания с ограниченными двигательными возможностями. И кажется, этот день надолго останется в памяти Лиса. Он теперь получил возможность заниматься плаванием – одним из самых красочных и полезных видов спорта. «Эмоции переполняют. Рады, что это в Мозере. Потому что, насколько я знаю, есть в двух местах в Минске. В Белой Веже бываем, в санаторий ездим. В Мозере это появилось. Это здорово. Мы в восторге». Поблагодарив Антона Алексеевича Лиса, мы вернулись в детворье, которая под руководством своего тренера завершила разминку на суше и перешла к основной части тренировки – плаванию. «Мне очень нравится. А чем? Потому что тренер очень хороший и никогда не жалуется. А тут нравится, потому что тут вода хорошая». Вода здесь действительно хорошая. О чем мы подробно поговорим с главным инженером бассейна чуть позже. Пока же новая собеседница из группы подготовки Лилии Ивановны Сайдакарь. А Нита Князева. Уже в определенной степени мастеровитая плавчиха. «Я в прошлом году пришла сюда первый раз. Я уже могу плавать кролем, брасом и еще много других видов. На спине, например. Мне здесь очень нравится. Здесь очень красиво построили». Из малой ванны мы перешли в большую купель, попутно рассматривая новые раздевалки, душевые. А в большой ванне из сердца любого бассейна занималась группа подготовки Владимира Васильевича Круха, старшего тренера отделения плавания с дюшер номер два. И под его началом были уже ребята старшего возраста, которым по плечу сложные задачи. Длительные тренировочные отрезки и они в период капитального ремонта, уделяя в основном развитию общих физических качеств, изрядно соскучились по воде, тренировочной работе в ней, да и попросту говоря, купанию. «Очень сильно соскучился. Этот бассейн очень красивый. А занимаюсь я уже в бассейне 6 или 5 лет». «Мне нравится сам спорт, потому что я сюда попала. Спасибо большое моей маме». Родители смело ведут свои чадо в секцию, зная, что здесь работают квалифицированные тренеры, любящие свою работу, воспитанников. И, кстати, они, специалисты спорта, радуются новоселью ничуть не меньше школьников с их яркими неподдельными эмоциями. «Все поменялось. И, как тут некоторые бы сказали, евростандарт. То есть, все сделано аккуратно, чинно, приятно заниматься. Дети вообще в восторге. Мы тренера вообще такого даже не ждали, честно говоря. То есть, такого вот именно подарка. Это подарок для города, для детей». Как же этим подарком жители города, дети, могут воспользоваться? «Приглашаем на занятия для отбора в спортивные секции со второго класса. Вторые и первые классы. Ребята будут проходить обучение, первые навыки плавания будут получать. И одаренных мы будем приглашать в спортивные секции. Второй класс. Третий класс, мы немножко упущены в возраст, потому что бассейн не работал. Поэтому еще просматриваем третьеклассников на платной основе. То есть, у нас организованы группы. Приходят дети, одаренные дети. Тоже будут потом привлекаться в спортивные секции, уже действующие. Для тех ребят, которые желают научиться плавать, поправить здоровье. Ну, будем так говорить, что сейчас много детей, которые имеют исправление позвоночника. У нас такие тоже группы организованы. Ведут тренера, инструктора, будут вести специальные для них по программе. То есть, учить плавать и специальные подобранные упражнения, которые будут помогать им избавиться от этого недуга». Кроме спортивного, оздоровительного плавания, есть группы акваэробики. Работает тренажерный зал. До конца года введут в эксплуатацию игровой зал и два зала единоборств. Там будут заниматься юдаисты и борцы вольного стиля. И, как мы обещали, беседа с главным инженером бассейна, который расскажет нам подробнее о системе очистки воды. «В бассейне используется современная система водоподготовки немецкая ОСПА. Вот стоим в системе обеззараживания воды хлораторная. В хлораторной используется немецкая или польская высокоочисленная соль, которая превращается в хлор, который дозированно добавляется в бассейн и хлорирует воду. Система очень надежная. Практически не требуется вмешательства человека, потому что все делается компьютерами автоматически». Каждый посетитель бассейна со стажем почувствует изменения в качестве воды по сравнению с дореконструкционным. Назовем его так периодом. И, конечно же, опытные любители плавания знают, что для посещения водового комплекса необходимо соблюдать ряд медицинских предписаний. «Прежде всего, для посетителей бассейна необходимо соблюдать ряд требований. Обязательно с этого года наличие медицинской справки для всех, для детей и для взрослых. Это требования санитарного минимума. Наличие принадлежностей купальных, моющих всех. Обязательно сменная обувь. Обязательно, чтобы соблюдался санитарный режим бассейна. Для детей справочка берется у участкового педиатра. Педиатры знают, какая форма. Форма номер один. Для посещения бассейна. Для взрослых у участкового терапевта в поликлинике. Они тоже все это знают. Ну что же, дорогие друзья, обзаводитесь медицинскими справками и поспешите в бассейн, который гостеприимно распахнул свои двери. И поверьте, каждый желающий сможет здесь найти занятие по душе. Если у вас, уважаемые телезрители, возникли вопросы, то будьте любезны. Звоните по телефонному номеру, который вы видите на своих экранах. И в регистратуре бассейна вас проинформируют обо всем, что касается плавательного бассейна «Сдюшор» номер два и услуг, который предлагает этот замечательный спортивный комплекс.